Ну что, доброе утро! Доброе утро! Я проснулся буквально 15 минут назад, умнулся, и мы собираемся на завтрак. Я надеюсь, вы будете скучать по этому прекрасному виду, по этому прекрасному виду из-за этого балкона, по этому балкончику. Потому что больше бога с этого балкона не будет, мы сегодня улетаем, но мы обязательно вернемся, мы обязательно сюда вернемся. Но не в этот отель может быть, он прекрасный, просто хочется, мы никогда не останавливаемся в одном же отеле, я очень-очень редко. Потому что новый отель, новые ощущения, и поэтому совсем скоро, я думаю, что мы вернемся, я надеюсь, даст бог, и мы поедем в другой отель. Но тоже сюда, в Дубай Марина. В общем, что загадывать, давайте проведем этот прекрасный день вместе. Я хочу, чтобы налюбовались. Ну что, а мы теперь на завтрак с вами пойдемте. Сегодня, кстати, видите, опять чуть-чуть, как называется, песок в воздухе, третий день. Но первый день было все трэш, первый день не было видно домов, то есть, знаете, как перед ураганом. Сейчас вроде как бы там это, спокойней. Спокойней. Игорь, как дела? Прекрасно. Мне говорят, Игорь не разговаривает, потому что ты, наверное, его бьешь. Игорь, месяцная горячная, а я пошел кушать, письмо пока уберется. Время 7.30 утра. Время 7.30 утра. Мы, естественно, один из первых. Нам не спится перед полетом. Обычно мы в 8 утра туда приходим, но вот сегодня на 30 минут пораньше. Мой. 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 Ну как один из первых. Тут уже, во всем деле, много народу. Окей, окей. Окей, окей. Сейчас. Петр. Петр. Любуйтесь с последним пинком. У меня все как обычно, я не сменяю своим завтраком. У меня омлет, два хашбрауна, две сосиски куриных, сыр. Хотел еще взять зелень какую-нибудь, там типа брокколи, как вчера, но нету сегодня, нету. Там какая-то другая позиция, которая меня не устраивает. Ну, в общем, вот свежевыжатый джюсик. Мы приступаем. У Игоря тоже. Мы такие, знаете, традиционные люди, консерваторы. Едим одно и то же. Ну что, мы очень вкусно позавтракали. И теперь я иду на бассейн занимать лежаки. Игорь еще в номере. Собирает чемодан. Потом я буду собирать чемодан. Надо просто занять лежаки, а то останемся без мест. Спускаемся на второй этаж вот. И через второй этаж мы идем снова с вами теперь наверх, в другую землю. Ну, не пропускают меня. Еще, видимо, слишком рано. У нас нет времени ждать, у нас три часа перед самолетом. Кто рано приходит, тот может выбрать любой лежак. Сейчас я это и сделаю. Здесь мы отмечаем комнату и берем полотенце. Смотрите, время. В 19. Последний раз взяли в 19.37 полотенце. Кто-то приходит сюда в 19.37. Здесь полотенце. Мы уже пакуем чемодан. У нас через полтора часа за ней заедет такси. Все грязное, ношенное, поношенное, переношенное. Все в пакетике. Игорь тоже собирается. Халат. Так, джинсы. Их тоже бы желательно забрать. Там еще эти были буквы. Всякие мыльные, рыльные. Мыльные, рыльные. В общем, сейчас такой позже надо будет еще в душ сходить. У меня вот так приходят сборы. Так, ну что, у нас уже через 30 минут там где-то вертолет летает что ли? Я не могу понять такси. Не понимаю, что это за звук. Давайте еще раз полюбуемся этой красотой неземной. Ой, я скоро прилечу. Я скоро вернусь. Очень скоро. Очень-очень скоро. Моя следующая поездка будет в Дубай. И, как вы знаете, я летаю каждый месяц. Раскрыл все карты. Моя любовь в Дубай. Я прямо улетаю отсюда с таким настроением прекрасным. Как будто, знаете, во что-то влюбился вот такое состояние. Конечно, чуть-чуть грустно, потому что мне бы еще недельку здесь. Честно говоря, мне предлагали две недели. Но я сказал, что что мне делать в Дубае, блин, две недели. Есть что делать, поверьте, есть. В Дубае есть что делать две недели. Все, мои хорошие. Буду одеваться и такси. Такси. Так, ну что, мы выезжаем из отеля. Вещи собраны, ручная кладь, чемодан. Этот, какого? Переходник сейчас на ресепшн отнесем. Карточку. Поверяем, ничего ли не забыли. Вода тоже надо выкинуть. Ну а придут, уберутся. Все, чики-пики-пики-чики. Дверь закрыли. Поверили боком. Оставили. 20 дирхам. На чай. Красивая, кстати, карта. Ой, карта, господи. Денежка такая. Все, держи, держи. Карточку. О, это чехольчик из-под карточек. Игорь, ну что, как отпуск? Хорошо. Понравилось тебе в Дубае? Да. Ну слава богу. Молодец. Что, ждем? Ничего мы не должны отелю. Ничего не наели, ничего не напили в долг. Что, ждем, да? Что, ждем, да? Ну вот. Ну вот. А то, что-то было в начале, что за бизнес-то был. Уазик приехал. Девочки, такси. По поводу такси. Если вы заказываете бизнесом, то 14 тысяч рублей туда-обратно. До аэропорта и обратно до Шарджи. До Шарджи. Не путать с дубайским аэропортом. Что, сумку забыл? Ага. Молодец такой. Вот. Если вы будете заказывать через Uber, то это будет, по-моему, тысяча четыре до Шарджи. Но это будет эконом-класс, имейте в виду. Но вы видели эконом. Лексусы подъезжают. Поэтому нет смысла переплачивать, имейте в виду. Аэропорт Дубай. Нам ехать дальше, ещё 22 километра. Этого резина на 22 минуты. Это так, как несется наш водитель. Я думаю, что мы тут через 5 минут будем. На самом деле, аэропорты друг от друга расположены не очень далеко. Поэтому, если вдруг цена будет в Шарджи гораздо ниже, то, конечно же, соглашайтесь. Это вообще не проблема доехать от Шарджи до Дубай. Если будет устраивать цена в Дубай, то, конечно, в Дубай это поближе, на 22 километра. Также, если вы будете вылетать или прилетать в аэропорт Дубай, то вы можете добраться до своего отеля на метро. Сэкономит кучу-кучу денег. Поэтому, я говорю, вариант экономит деньги и как-то не разбрасывается деньгами и есть. Вот, поэтому, так как нам Ольга заказывала такси, мы просили заказать, потому что мы не знали, как это будет с такси здесь. И попросили нормальный такси, она заказала на бизнес-класс. Говорю, мы отдали 14 тысяч туда-обратно, то есть за встречу и за то, чтобы нас проводили. Вот, а на самом деле, с того же Uber можно здесь уехать в Шарджи за 4 тысячи рублей. Я вам хочу сказать, что сегодня от Жуковский до дома, я буду ехать за такую же стоимость, там 3-4 тысячи. Поэтому, все очень меняемо. Посмотрите, как едет наш таксист. Чтобы вы понимали, одна нога у него поджата под вторую. Вон я массажирует, постоянно едет. Уже два раза чуть не плетели. Ужасно будет. Ужасно будет. Мне кажется, такого вождения не позволяют даже у нас в Москве. Просто, блядь. Еще вот так резко тормозит. Я так понимаю, там уже в Шарджи, да? Правильно понимаю. Хат. Хат. А. weis. Вот вам и бизнес, девочки. Ой, господи. Ну, собственно, подъезжаем к аэропорту. Слава Богу, мы поехали. Страшно. Этот Джеймс Бонд нас все-таки давил, блядь, целости и сохранности. Какая жара. Ого, прям кипяток воздух. Воздух прям кипяток. Почему-то всех, кто на Москву загнали сюда, не понимаю, что дальше. Сидим, ждем. Мы еще ни одного контроля не прошли, вот с чемоданами. Ну, что, мы зарегистрировались. Идем в лаунж. Так, Игорь хочет маме своей идти. Как они там называются? С пальмы-то. Вот они, финики. Игорь, вот финики. Игорь, что купил? Игорь, что купил? Сладенькое. Я финики взял. Игорь взял. Финиковые короли. Сейчас, секунду. Давайте смотреть, что здесь мы имеем. О, отлично. Есть напитки, а это значит, что... О, ага. Это значит, что мы сейчас куланьку... Ой, и попьем с этой. Сейчас, подожди. А там можно тоже съесть? Напитки прекрасные. Подожди, а здесь что? А, здесь как столовка. Все, отлично. Пойдем. Фига ложь классная. Ну что, мы взяли куланьку. Под наш напиток. И вот здесь вот такое меню. Сейчас выберем. Съели с очень вкусную курочку. В сливочном арабском соусе. И закинутом с пряностями местными. Спаржа. Картофель горячий был порезан кубиками. Видимо, жареный может быть. Ну, что-то такое среднее. Может быть, отварной был обжаренный. Что-то вот, как-то вот такая история. Вот. Нереально вкусный салат. Ананас с перцем. Очень вкусно. С красным перцем. Вот. И, собственно, все. И мы пришли, вернулись снова сюда. Налили себе по стопарику. Ну, как по стопарику? По ведерку. Ждем вылет. Прекрасный лаунш, кстати, очень классный. Вот. Ждем вылет. Я смотрю влоги других блогеров. Интересные попро путешествия. Вот. Игорь тоже там что-то смотрит свое. Более умное, более интересное. Прекрасное, напиток. Просто прекрасное. Ну, все. Встретимся в самолете.